Основной темой очередного заседания штаба КЧС стало устранение последствий наводнения. Уровень рек, по словам специалистов, падает. А это значит, что дезинфекторы могут, не боясь очередного подтопления, обрабатывать дома, колодцы и почву на участках четинцев. Профилактические дезинфекционные работы в квартирах, в домах заканчиваются, пока новых заявок не поступило. Мы готовы представить в департамент гражданской обороны новую заявку, чтобы необходимость в дезинфицирующих средствах. Поэтому, как главы подают заявки, так мы сразу обобщаем, суммируем и обращаемся, в том числе и в штаб ККК по чрезвычайным ситуациям, с просьбой выделить дополнительные дезинфицирующие средства. Продолжаются и аварийно-восстановительные работы на дорогах города. Самым проблемным на сегодняшний момент признан проспект Фадеева. Когда будет проводиться его ремонт, пока непонятно. На сегодняшний день все основные силы брошены в центр города. На сегодняшний день запланированы работы по улице Угданская, улице Кирова. Также продолжаем работы по уборке. Сейчас составляются планы градифли по угрегированию улиц. На завтрашний день у нас запланирован поселок Березовый. Кроме того, продолжаются выплаты компенсаций за байкальцам, оказавшимся в зоне подтопления. Списки тщательно обрабатываются в управлениях МВД и миграционной службы. По словам Олега Кузнецова, в них нередко попадают уже те, кто выплату уже получил. После проверки ОФМС 580 человеку исключили, потому что это повторы, просто повторы. Люди не знают, по каким причинам подают еще раз на 10 тысяч, на 50 или 100. Поэтому, ну, 700 мы еще думаем, что это рабочий вариант, да и он явно сократится. Также продолжаются работы по откачке воды и вывозу мусора. Что же касается погоды, то синоптики обещают солнечный четверг. Но в пятницу, 10 августа, вновь ожидается дождь. Полина Харченко, Сергей Рычков. Время новостей. Продолжение следует...